ПЕСНЯ У него деньжонок много, а я денежки люблю, ой-ля-ля, ой-ля-ля, а я денежки люблю, ой-ля-ля, ой-ля-ля, ле-ха! Королева, карта Пита, Пит и весь его отряд, дело будет шить так рта, карты правду говорят, ой-ля-ля, ой-ля-ля, завтра грабим короля, ой-ля-ля, 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 е-ха! Но злым разбойникам, недавно появившимся в тех краях, приглянулись и домик, и уютный двор возле него. Поэтому дом они отобрали, а лесника с женой и детьми выгнали. Осел подошел к окну и заглянул внутрь. — Ну что там? — нетерпеливо спросил Питух. — Ого! — воскликнул осел. — Вижу стол со всякой вкуснячиной, а за ними разбойники пируют, кушают. — Эх, нам бы так! — позавидовал Питух. — Ага, хорошо бы, — согласились голодные путешественники. И кот в том числе, конечно же. И стали друзья советоваться, как бы им разбойников прогнать. Думали-думали, и, наконец, придумали. Осел встал передними ногами на подоконник. Ему на спину запрыгнул пес, кот на пса, а Питух взлетел коту на голову. И эта пирамида появилась в дверях разбойничной хижины. Будущие артисты сразу же завели свою музыку. Осел ревел. Как осел ревит? — Пес лаял. Кот мяукал. Петух горланил свою. Такой шум подняли, что стекла в окнах задрожали. Перепуганные разбойники выскочили из-за стола и кинулись в рассыпную. А наши друзья расположились за столом и принялись наедаться, словно на целый месяц вперед. Кто-то был такой голодный когда-то? — Да. — Да. — Когда музыканты подкрепились, то погасили свет и улеглись спать. Кому где удобнее. Осел улегся во дворе на куче сена, пес за дверью, кот на теплой лежанке, конечно же, кот самый умный, а петух примастился в курятнике. Скоро все крепко уснули. Устали с дороги, ребята. КОНЕЦ КОНЕЦ